Да, летчиков жалко, да, летчики герои, хотя бы потому, что летчики выполняли приказ. Военный летчик, который переспрашивает приказ или рассуждает, кого он там бомбит, он перестает быть военным летчиком и военнообязанным. У нас, соответственно, в присяге написано, что присягающий должен выполнять приказ. То есть летчики свое отработали, вопросов нет. Дальше, то, что один из летчиков, командир, был расстрелян на парашюте, да, это неправильно. То есть это как бы вызывает возмущение, это все понятно, а так иногда делали немцы, которые в воздушном бою, допустим, подбивают самолет, ну, я имею в виду, конечно, на войну. Летчик выпрыгивает, они вот как бы расстреливают. Это тоже было, не исключаю, что было у нас, но таких фактов я не помню. Но в любом случае, понимаете, когда летчик несколько недель утюжит с воздуха вооруженных людей, которые не могут ему ответить, потому что высота не позволяет. Этот самолет был сбит на высоте 6 километров, это выше зоны досягаемости, приносить, извините, другие комплексы. И когда они, наконец, вот эту нить, понимаете, они терпят какие-то, там, не знаю, потери, там, ущерб, там, включая людской, ну, это идет война. И когда, в конце концов, он попадает им в руки, но, там, я не знаю, кстати, ожидать от них какой-то соблюдения Женецкой конвенции, которые не могут быть, я не знаю, по обращению с венопленными, достаточно странно. Даже если это была некая спланированная акция, даже если нас ждали в засаде, да, то в любом случае, просто так никто не стреляет. То есть какие-то меры должны быть соблюдены. Турки выложили данные сразу, что, в общем-то, вполне нормально. У нас создаются голоса, что как это так, они так быстро выложились, значит, они заранее готовились. А с другой стороны, ребята, а нам тогда, вот почему потребуется несколько суток, чтобы эти данные выложить? Мы их что, рисовали, что ли? Если они есть, то они, в общем-то, есть, тут никаких проблем-то нет. При современных технологиях, вот идет экран радара, вот, соответственно, ты достань телефон, сфотографируй, там, идет запись. То есть это все достаточно просто. Более того, непонятно совершенно, что Эрдоган тут же заявил, да, мы сбили самолет. Турецкого летчика показывают. Он у них там на месте национальный герой. А мы показываем своего спасенного со стороны, со спины. При этом ему указом президента присваивается государственная награда. Но почему нам его не покажут в лицо? То есть если ты герой, если ты, кстати, то нация должна знать в лицо своих героев. Вот этого, конечно, нет. И тут, в общем-то, возникает вопрос. Су-24, командир, погиб за что? За родину? Так родина очень далеко на север. Ведь у нас в присяге написано, что он должен защищать свободу, нерушимость и конституционный строй России. Вот это вот событие в Сирии, ну, никак не угрожает ни конституционному строй России, ни свободу народу, ни безопасности отечества. Вот я в это не верю, потому что все наши разговоры про ИГИЛ, а мы работаем не про ИГИЛ. Поэтому ситуация, конечно, у нас сейчас очень большая такая, знаете, истерийный этот счет. Почему? Потому что, ну, сложно что-либо сказать. Поэтому возникли вот эти вот разговоры, слова президента России, удар в спину. Ну, во-первых, тебя предупреждали 17-го числа. Не суйся, ничего не будет. Это присоединение Крыма. И ситуация на Донбассе, это, конечно, почему-то не считается ударом в спину Украины. Да, это вроде как мы там фашистов били. А вот здесь вот обязательно удар в спину. При этом, что интересно, наше Министерство обороны спустя какое-то время опубликовало карту. То есть это не данные объективного контроля. Это карта, как летел самолет, который, согласно версии, опять же, Министерства обороны, вот этот вот весь этот выступ в турецкой территории, внутрисирийской, он аккуратно огибал. Но вот честно, я очень сомневаюсь, чтобы самолет, идущий на цель на боевом курсе, делал такой гигантский вираж, чего-то там огибая. Начиная, по-моему, по памяти, с 56-го года, мы опять вступили в вооруженное противостояние, в вооруженный инцидент с блоком НАТО. И последний раз, вот нас сбивали в 50-х годах, а мы их сбивали в мае 61-го, когда сбили разведчика Пауэрса, американца. На самолете ШПИРа у него два, где-то там, в районе Южного Урала. Поэтому вот что, в общем-то, произошло. Реакция России, я вам скажу так, убогая. Потому что мы загнали себя в такую ситуацию, когда для того, чтобы сохранить некий статус сверхдержавы, мы должны принимать некие активные военные действия. Ну, как же, сбили наш самолет. Ну, допустим, нам показали штурмана со спины, да, который сказал, что вот он хотел бы отдать должок за командира. Вот у меня сразу вопрос, должок ты хочешь отдать кому? Командира, вот, как бы физически, да, убили вот эти вооруженные люди снизу, с земли. Но сбили тебя турки. То есть, если бы тебя турки не сбили, то вы были бы живы и тогда... То есть, если ты хочешь отдавать должок туркам, то это очень странно. Турецкие истребители за территорию Турции не выходили. Да, ракета могла пролететь догон, когда самолет уже был над территорией Сирии. Хотя целый ряд исторических указывает, говорит о том, что часть обломков упала на турецкой территории. Но, в любом случае, турецкие самолеты не покидали воздушное пространство Турции. Поэтому, если наши истребители начнут воевать с турецкими, хотя бы это будет воздушная территория, но они будут в воздушном пространстве, это война с Турцией. Война с Турцией – это бред сивой кобылы, потому что если наших там самолетов там два десятка, то турецкие войси – это более 400 современных истребителей, подготовленных по всем масштабам. Воевать с Турцией – это значит, что турецкий флот по своему численному составу, качественному, превосходит Черноморский флот. Воевать с Турцией – это значит, получить закрытие обеих проливов для прохода наших судов, которые в данном случае снабжают группировку Сирии. То есть, воевать с Турцией – это боевать с блоком НАТО. Я очень сомневаюсь, что у нас даже самые горячие головы, не те, которые выступают с телевизионных экранов, а те, которые принимают решение, понимают, что это совершенно безнадежно. Потому что боеспособность наша прекрасно показана отключением света в Крыму. Отключили свет в Крыму, и вдруг выясняется, что это повлияло на обороноспособность флота. Россия попала в очень такой, Сунсванг очень плохой, потому что любое решение – это плохо. Мы теперь должны либо утереться, но в той или иной форме. Причем по-крупному. Сбили наш военный самолет. Потеряли летчика. Либо начать бомбить Турцию. Второе – невозможно. Первое. Ну а что мы можем первое? Ведь посмотрите, как мы отвечаем Турции. Мы говорим, что мы запретим ввоз турецкой курятины. И мы должны теперь переориентироваться на Иран. Ну что, мы будем покупать кур в Иране? Если они там, я не знаю. Но в любом случае, это вот я, как потребитель, это вот мои люди, которых я вижу вокруг себя, на улицах, москвичи и так далее. Наше население перестанет получать эту курятину. Дальше. Нам запрещают ездить в Турцию. То есть мы как бы наказываем турков за счет наших граждан. Мы, соответственно, после потери Боинга, ой, извините, аэробуса над Синаем, мы запретили полеты в Египет, вывезли всех оттуда. Ну это глупость. Вот вы меня извините, это глупость. Потому что мы... Что произошло, допустим, с американцами после инцидента, ну после взрыва этих башен-близнецов 11 сентября, достаточно давно, да? Америка же не запретила летать американцам. Просто спецслужбы Америки стали обеспечивать безопасность граждан, приняли меры по всему миру. Я тоже считаю, что наше правительство, наше государство, наши спецслужбы должны не запрещать нам куда-то ездить. Они должны, наконец, вспомнить, для чего они, что это они для нас, а не мы для них. И они должны сделать все за наши деньги, налогоплательщиков, обеспечивая нашу безопасность по всему миру. Они должны делать все, чтобы мы или открытой страной, а не наоборот идти по пути самоизоляции и так далее. То же самое это в Египте. Ребята, обеспечивайте. Охрану, кстати, аэропортов, охрану, кстати, каждых отелей. Вы спецслужбы. Договаривайтесь с египтянами по полной... То же самое и в Турции. То есть у нас с начала года в Турцию посетило 3 миллиона человек. Это наши обычные граждане, это обычные россияне, которые там отдыхают с семьями, с детьми, с женами, которые там покупают недвижимость. И сейчас получается, что мы наказываем турков. Да ни хрена подобного. Мы наказываем себя. И за что мы наказываем себя? То есть я еще могу понять, что ситуация в Египте, она каким-то образом может быть объяснена безопасностью. То при чем здесь безопасность? Мы нарывались на... Мы постоянно проверяли Турцию на прочность. Сами причем. Мы ее, в общем-то, проверили. Она оказалась прочной. И теперь мы говорим, ах, 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 нам там угрожает. Что нам там угрожает? Есть какие-то теракты в отелях, есть какие-то захваты заложников. Мы говорим о том, что... Это превентивная мера. Ребята, ну тогда у нас примитив по всему миру. И вообще я вам скажу, что у меня все это впечатление, что мы просто стесняемся сказать, что мы живем за железным занавесом. Нам для того, чтобы закрыться от мира, нам всякий раз служит какой-то военный конфликт. Мы забрали Крым, мы устроили вот эту вот ситуацию в Донбассе, на востоке Украины, с чего мы разорвали воздушное сообщение с Украиной и так далее, и так далее. Соответственно, после этого мы полезли в Сирию, дождались, пока завалят наш самолет с нашими гражданами. Мы закрыли для себя Египет. Теперь, после этого мы долго проверяли на прочность Турцию. В конце концов, вот теперь, значит, это случилось. Все, теперь Турция опасна для наших граждан. Но мы должны понимать, что вот не только президент Путин, но и Эрдоган, президент Турции, прекрасно понимает, как поднять рейтинг, свой рейтинг среди своего населения. Это вот, в общем-то, вот такими мероприятиями, вот такими акциями. Только если мы, наш президент поднимает свой рейтинг, причем присоединение чужой территории, в частности Крыма, да, ну, который уже наш, вот, и, соответственно, с поддержкой сепаратистского движения на востоке Украины, то есть, все-таки в другом государстве, то Эрдоган защищает свое суверенное воздушное пространство. И я так понимаю, вот если, кстати, суммировать все, что мы сказали, то гибель нашего летчика и ситуация с этим сбитым Су-24, она происходит из-за того, что Эрдоган тоже захотел стать мачо, как и наш президент. Вот эти два мачо вот получили эту ситуацию.